сегодня у нас специфическая тема узкая это именно бонусная система проекта tns trans namespace и так поехали бонусная система она состоит из трех частей здесь первое это вот социальные связи таким значком обозначены да соответственно у них есть определенные поколения вот как по этим поколениям распространяются и распределяются выплаты второе это так называемые пулы их здесь четыре штуки вот каким образом в этих пулах тоже начислять начисляются бонусы рассмотрим ну и дополнительные поощрения которые всегда есть в таких системах и так давайте сначала посмотрим что такое вообще поколение соратников вот я приверженец например этой системы член команды так скажем да у меня есть какое-то желание этой системой поделиться со своими друзьями знакомыми вот значит я как бы для системы получается рожаю новых людей и вот кого я родил кого я лично привлек это новое первое поколение то есть это мой сын кого в свою очередь привлечет мой мой сын это уже будет для меня внук а кого родит «Внук, этот для меня – правнук». Ну и дальше. «Паправнук», «папрапрапраправнук», «папрапрапрапрапрапра» «внов». И так далее, и так далее. Тут, наверное, я думаю, вы все понимаете. То есть, это как родовое дерево строится. Точно так же здесь строится это родовое дерево в этой бонусной системе. Это, я думаю, понятно. Соответственно, как мы рожаем людей в этой системе, мы просто отправляем им свой линк на портал, и портал понимает, что этот человек родился именно от нас, а не просто из воздуха. Такая же система регистрации будет уже, когда запустится проект имен. Но там мы вместо линка будем просто отправлять свое имя. Или человек, когда будет регистрироваться, будет указывать, через чье имя он вошел. И таким образом тоже будут выстраиваться вот эти поколения. Итак, бонусная система Trust Namespace. Вот так вот образно показаны эти самые поколения, о которых я только что говорил. И давайте рассмотрим ее характеристики этой системы бонусной. Итак, всего от инвестиций, которые сейчас идут в систему, 22% распределяется под 7 социальным цепочкам вверх. Ну то есть, я, скажем там, на 100 долларов купил токенов. Из этих 100 долларов 22 доллара будет отправлено на распределение всех тех, благодаря кому я пришел в эту систему. Очень просто. Вы лично, если вы сына родили в систему, вы получите 8% за всю его активность. То есть, за все его инвестиции в эту систему. Чем больше, соответственно, вы нарожаете детей, тем больше у вас будет родственников вообще, в принципе, потомства поколений. То есть, тем, получается, другими терминами, если говорить, тем шире будет ваша организация. А значит, если у вас широкая организация, то есть, вы не просто там двух сыновей родили и все. У вас там 10, например, 20 сыновей. Значит, каждый может тоже, уподабливаясь вам, рожать 10-20. И получается, у вас во втором поколении уже будет 20 в 20 степени. То есть, это очень много уже людей, даже во втором поколении. Если же вы привлечете там двух человек, да, они привлекут каждый по два. То есть, всего лишь четыре человека во втором поколении. Это мало. Ну, это сколько есть. Но просто гораздо больше будет развития, если у вас будет много детей. Вы получаете бонусы за все проекты, которые запускаются на лаунчпаде TrustNameSpace всю жизнь. Лаунчпад отличается от самого аукционного имя тем, что на лаунчпаде TrustNameSpace запускаются новые и новые проекты. И вот, соответственно, вы выстраиваете здесь структуру социальной связи. И через эти социальные связи, через эту структуру начинают поступать новые инвестиции на новый проект. И каждый раз вы за это получаете. Итак, рассмотрим. Вот ваш сын. Вот name сверху, да, это вы. Ну, видите, он без кружочка, да, он так отличается от всех. Это вы. А вот кружочек, это уже ваш сын. Это тот, кого вы родили в систему. Внук, это тот, кого родил ваш сын. Правнук, кого родил ваш внук. И таким образом, за сына вы получаете 8% от его инвестиций. Всех. Во всех лаунчпадах, которые будут запущены. Ну, во всех проектах на лаунчпаде. Внук вы получаете за него в два раза меньше, чем за сына. За правнука вы получаете в два раза меньше, чем за внука. 2%. Ну и дальше за праправнука вы получаете в два раза меньше, чем правнука, и дальше уже вы получаете по одинаковому количеству денег, то есть по 1%. Таким образом, вы по линейной бонусной системе Trust in Space, по этой части, да, этой системы, получаете всего за 7 поколений ваших родственников, вашего потомства. Ну а напомню, что в самом проекте, который запускается как аукцион имен, действует другая бонусная система, она состоит из 8 поколений, мы ее рассмотрим чуть позже. Вот я прошу не путать здесь одну бонусную систему с другой. Вот поэтому от лаунчпада, то есть от сбора средств на проекты, на запуск проектов, ну так много прям денег отдавать никак нельзя, потому что проекты, в общем, должны получать деньги, а не рефералы, так скажем. Итак, второй способ получать деньги здесь, в трансланче, это пулы. Что же это такое? Ну, для начала скажу, что суммарно на все 4 пула, здесь их 4, выплачивается 4%, то есть по 1% в каждый пул. Вот так выглядит в back-office отображение этих пулов. И теперь давайте по правилам. Итак, в течение календарного месяца с каждой сделанной инвестиции, которую человек платит, по 1% в каждый пул отчисляется. То есть всего 4% всех инвестиций отчисляется на пулы. По линейному маркетингу, который мы только что рассматривали, 18% отчисляется, а по пулам 1% в каждый пул, то есть еще 4%. То есть всего на весь маркетинг выделяется 22%. Так вот, накопленные в течение месяца таким образом суммы в каждом пуле в ночь на первое число следующего месяца распределяются поровну всем, кто выполнил квалификацию на данный пул. Теперь надо рассмотреть, как же выполняется квалификация на пулы. Как видите, в бэк-офисе вот здесь вот указано в процессе месяца, сколько дней до выплаты, какой месяц, и указывается, сколько денег вы набрали в процессе достижения этой квалификации. И попали ли вы в какой-то пул или нет. Таким образом, вы в середине месяца, в конце месяца, в начале месяца видите, сколько денег вам еще нужно, общего командного объема, для того, чтобы зайти на тот или иной пул, квалифицироваться на него. Товарооборот всей команды, во всех ваших поколениях, до бесконечности, то есть не до седьмого, а еще глубже, вообще все люди здесь считаются, должен составить за календарный месяц 25 тысяч долларов, для того, чтобы вы вошли в пул, в первый. Но здесь оговорочка, видите, звездочка стоит, что эти требования, они могут от месяца к месяцу снижаться. Вот, например, за март требования снижены в пять раз. То есть получается, что вся ваша команда должна привлечь хотя бы пять вместо 25 тысяч долларов, и тогда вы будете квалифицированы на этот пул. Но есть еще второе условие, чтобы вы были квалифицированы. Оно написано вот здесь. От самой большой вашей команды, из всех ваших команд, которые у вас есть, может быть учитано не более 50% от требуемого объема. В данном случае 50% от 25, это 12,5. Ну или от требований марта, в марте 5000 требуется. Получается, не больше 2,5 зачтется от вашей самой сильной команды. Давайте посмотрим более образно. Квалификация на пулу. Вот это вся ваша команда, вот сверху вы, нейм, и дальше у вас 4 человека сына, а потом идет 3 внука и один правнук. Давайте рассмотрим. Итак, командный объем должен заставить за календарный месяц 25 тысяч долларов. Ну или если это март, то 5 тысяч долларов. Что такое командный объем? Вот он, зелененьким обведен. То есть получается, все ваши люди, вообще все абсолютно, до всех поколений, до бесконечности, все поколения, они все входят в ваш командный объем. Ну, теперь, второе условие. От самой большой команды может быть взято только 50% от требуемого объема. В данном случае это 25 делим пополам, 12,5. Ну или за март, 2,5. Вот ваша самая сильная команда. Ну, предположим, то есть это не обязательно у кого больше всего количество людей, да? Это у кого больше всего инвестиций, имеется в виду. То есть, например, так как 3 человека, наверное, мы подозреваем, что у этой команды больше инвестиций, чем у всех остальных, у кого по 2 человека или вообще 1 человек, да? Хотя это не обязательно. Может быть, один человек инвестировал столько, например, там 20 тысяч долларов, что это уже больше, чем половина от требуемого объема, да? И получается, тогда это будет самая сильная команда, хотя у нее людей меньше, чем у той, у которой меньше объем, но больше у людей. Вот так. Ну и вот здесь определение. Командный объем – это объем всех покупок, всех членов вашей команды во всех поколениях. То есть, тотально. Ваша первая линия, вторая, третья, все поколения. Ну, то есть, ваши сыновья, внуки, правнуки, праправнуки – все. И второе, самая большая команда – это берем вашего одного личного партнера, вашего сына, и смотрим его личный объем плюс объем всей его команды. И вот если этот объем больше, чем у всех остальных ваших сыновей, значит, он самый, получается, большой в этом месяце. Дальше. Накопление пулов. Если в данном каком-то месяце какого-то пула никто не достиг, ну, например, требование к четвертому пулу – это 40 тысяч долларов по сниженному даже требованию, да, вообще так, 200 тысяч, но так как в марте снижено в пять раз, то 40 тысяч. Вот если в марте 40 тысяч никто командного объема с учетом правила 50% не достигнет, значит, получается, что в этом месяце, в марте, этот пул останется без своего хозяина. То есть, не будет никому не распределено. Кстати, напомню, как распределяется. Распределяется поровну между всеми, кто заслужил квалификацию на этот пул. То есть, зашло в пул два человека, значит, между ними поровну поделится та сумма, которая накопилась в этом пуле. Так вот, значит, если в марте никто ни четвертый пул не заберет, значит, этот объем денег, который там накопился, перенесется на апрель. То есть, апрель начнется не с нуля в этом пуле. Хотя требования по объемам, они будут выполняться с нуля. То есть, я напомню, что эти требования ежемесячные. То есть, если вы с 1 до 31 числа накопили какой-то объем, и он позволил вам достичь квалификации на какой-то пул, первый, второй или третий, неважно. Кстати, если вы квалифицировались на третий пул, то вы с первого и второго автоматически не снимаетесь. Вы там так и остаетесь. То есть, квалификация на третий пул подразумевает, что первый и второй пул у вас также квалифицированы, остаются. Вы заберете все три пула за этот месяц. То есть, все, кто выполнил квалификацию, поровну забирают деньги, которые находятся в этом пуле. Ну и вот так выглядит статистика. Я уже вроде показывал это раньше. То есть, видите, вам показывают на текущий день месяца, сколько денег у вас накоплено командного объема, с учетом правила 50% на данное число. И вы, соответственно, понимаете, сколько вам еще осталось до того или иного пула. Вот, например, первый пул уже вот здесь на скрине взят, а до второго пула осталось 10 тысяч минус 7 тысяч 300. Условно говоря, округленно, это 2700. Ну, чуть меньше командного объема. И тогда вы зайдете уже и во второй пул. И в первый, и во второй. Если вы здесь один, то вы забираете всю сумму, которая есть сейчас на пуле. 76 долларов. Если два человека квалифицировались на пул, то 76 будут разделены пополам между ними, двумя. Ну, а если три человека, то на троих будет разделено поровну. Это сумма. Вот. Думаю, теперь все понятно. И каждый месяц гонка за квалификацией на пула начинается снова. Вот это тоже надо понять. То есть каждый месяц новые объемы надо делать. Ну, то есть премия – это для лидеров, которые делают командный объем, у кого большие команды, которые месяц в месяц делают эти объемы. Это дополнительное, считайте, поощрение для лидеров. Ну, и здесь, видите, нарисована такая идеальная система, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сыновей. И у них у всех, так как они как бы по кругу, примерно одинаковое количество объемов. То есть чем больше у вас детей, и каждый из них примерно одинаково активный, тем больше вероятность, что вы выполните правила 50%, и все объемы будут, соответственно, учтены. Ну, и понятно, что за счет большого количества сыновей легче накапливать объемы, чем за счет двух-трех только. Это ясно. Ну, а что касается третьего вида доходов на транс-ланче, это дополнительные бонусы. Ну, возьму только один из примеров, например, аирдроп, да, вы заходите в личный кабинет, нажимаете аирдроп, и видите, что вот началась неделя, скажем, вы заработали на сегодня, понедельник, 103 поинта, всего поинтов вы уже заработали 3 600, осталось пять дней до конца аирдропа, 13 недели идет. Вот доступные активности, здесь все написано, все, что нужно сделать, я думаю, что не надо это даже зачитывать, вы видите это, вот начисление. Ну, и так за каждую неделю все, что было. Теперь мы можем нажать на профиль и увидеть, как эти бонусы за аирдроп, они начислены, вот здесь ваши бонусы. У проекта есть и другие способы дополнительно поощрять вас за какие-либо активности конкретные, так что бонус-план достаточно эффективный. Ну, а теперь давайте перейдем ко второй части, ко второму маркетингу, который нам пока не доступен, потому что он будет доступен тогда, когда, в общем, стартанет аукцион имен, ради чего, собственно говоря, сейчас лаунчпад и набирает денег на эти разработки. Просто напомню вкратце, что делает этот проект, для того, чтобы вы обратились по ссылке и посмотрели полную презентацию, которая достаточно широко объясняет, и глубоко и понятно о том, что это за проект. Ну, я не буду сейчас подробно, то есть вы просто имейте в виду, что все можно прочитать на слайде. И в целом этот проект, который вообще изменяет архитектуру, я бы так сказал, цифровых связей между людьми, то есть технологии, криптомир как таковой. Токен можно приобрести, стать его владельцем, и таким образом стать сопричастным к этому проекту. Токен дефляционный, то есть его цена увеличивается со временем. Она и увеличивается и сейчас на преселе, на каждый день повышается на цент. И после того, как токен будет залистен на бирже, и когда стартует аукцион имен, есть несколько причин, почему цена токена будет увеличиваться. Во-первых, это изжигание, во-вторых, это и более выгодная для владельцев токенов возможность покупать имена раз и холдить, то есть держать этот токен на имени, чем продавать его. То есть это более выгодно. Поэтому токен будет, в общем, расти в цене. И так получается, что если в двух словах говорить, то вообще Trust Name Space это доверительное пространство имен. То есть вот именно эту архитектуру строит проект. Но опять же, уже третий раз скажу вам, просто посмотрите мою презентацию, и вы будете понимать, что такое Trust Name Space. Более подробно. Итак, аукцион имен. Значит, какая у него особенность? Он стартует во втором квартале 24-го года, но я думаю, что где-то там к лету, или в начале лета. Для участия необходимо будет указать имя рекомендателя, то есть уже не ссылку свою отправлять реферальную, а указать имя. Таким образом строятся социальные связи, цепочки вот эти. Вы сами назначаете стартовую цену, имя, которое вы выбрали, и стартует аукцион. И имя приобретает тот из участников, чья ставка оказалась максимальной на время завершения аукциона, как обычный аукцион действует. Купленное имя навсегда остается вашей собственностью, которую можно отчуждать, передавать по наследству и так далее. То есть за него не надо платить аренду, потому что это ваша собственность. Итак, какая там бонусная система будет? Я сейчас подробно о ней говорить не буду, просто скажу основные моменты. К тому же, что подробно сейчас она еще и не освещена. Но суть, костяк, уже известен, поэтому я ее и сейчас презентую, расскажу. Итак, от стоимости имени 85%, то есть подавляющее большинство средств, распределяется по 8 социальным цепочкам вверх. Непосредственно вы, то есть если от вас пришел человек, и он купил имя, вы получаете от той цены, которую он заплатил за это имя, 35% стоимости. Таким образом, если вы привлекли трех человек, то уже вы окупили затраты на свое собственное имя. И вы получаете бонусы с 8 поколений в размере от 5 до 35%. За любую активность, которую делает ваше выстроенное уже сообщество. То есть получается, если человек купил еще раз имя, еще раз имя, то есть 3 он купил себе имя, 5 или 100, неважно, каждый раз вы получаете свои проценты. Итак, видите, сын первого поколения, вы получаете с 35% за него, со второго поколения, с внуков, со всех вы получаете 10%, с правнуков 7%, ну и дальше, праправнук и так далее, 7, 7, с пятого поколения, с шестого, тоже 7, с седьмого, тоже 7, и с восьмого вы получаете 5%. То есть это достаточно мощная, глубокая, поощрительная система. Таким образом, можно получать, но действительно, очень большие деньги. Ну и здесь напоминание, что во всех проектах лаунчпада, именно лаунчпада, о которых я рассказал до этого, действует другая бонусная система. Там 7 уровней и 4 пула. Вот прошу не путать эти две бонусные системы. Хотя структура одна. Таким образом, то, что 85% выплачивается обратно в структуру во всю, во все поколения, получается, это очень социально ориентированная модель. Деньги выплачиваются обратно, почти все. И, соответственно, это вирусное, хорошее, сильное, мощное распространение этой системы. Почти все получаемые из продажи имен средства возвращаются обратно людям. Каждый человек создает сообщество, которое закрепляется за ним на все проекты, которые запускаться будут в системе TrustName Space, потому что это на всю жизнь закрепляется. Смарт-контракт всегда запоминает ваши социальные связи на всю жизнь. И стабильная работа децентрализованной системы смарт-контрактов гарантирует постоянную, постоянную работу по заявленным правилам. То есть, технически исключено негативное влияние какого-либо человеческого фактора в именно негативном смысле этого слова. Ну, друзья, спасибо за внимание. Не буду его задерживать больше. Этот ролик посвящен только бонусным системам TrustName Space, то есть Trust Launch и как таковому акциону имен. Я надеюсь, я доходчиво и понятно объяснил все. Ну, теперь полный вперед. Вы можете отправлять эту презентацию, этого маркетинга всем заинтересованным, вашим друзьям и знакомым. И спасибо еще раз за внимание. Приходите в этот проект. Я считаю его очень перспективным. С вами был Алексей Хохлатов. До новых-новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин